МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет всем! С вами снова Жанна. Вы находитесь на огороде Жанны. Мы недавно переехали в новый дом, поэтому огород у меня в этом году маленький совсем. Но то, что мне нужно, все равно растет. Тут есть и лук. Смотрите, какой красивый вырос. Сейчас мы наберем лучка зеленого. Тут есть кинза, укроп, петрушка. В общем, все, что мне на кухню нужно. Не все, конечно, но в основном. Просто не успели. Набрала я лук. Сегодня мы с вами готовим грузинское. Вкуснейшее блюдо чакапули. Для этого блюда нужно много зелени. Это лук зеленый, кинза и тархор. В больших количествах, не в малых. В общем, вот такую вот свеженькую травку мы сейчас соберем. Сорву я и петрушечки на салатик. Раз уже в огороде. Пойдем с вами мерно готовить наше вкусное блюдо. Вот все, что нам понадобится на чакапуле. Это телятина, зелень, из зелени нам нужно тарху, тут ее 3 пучка, и кинза, лук зеленый, зеленый острый перец, ткемали, свежий, с дерева. И обязательно нужно вино. Вино тут литр, он не весь пойдет. Но вот сейчас начнем все это готовить. В первую очередь мы нарежем зелень. Начнем мы с тархуна. Тархун быстро ветки у него твердеют, поэтому целиком их нарезать я не хочу. Я решила обломать листочки, а грубые ветки убрать. Потому что когда блюдо приготовится, эти ветки, они будут там некрасиво торчать. Поэтому я этого не люблю. Вот таким образом я сниму листочки с него. Теперь нарезаем кинзу. Кинзу режем не сильно мелко, но не крупно. Вот такими вот листочками. Тоже, чтобы был вид. Вот так вот нарезаем и насыпаем тархуна. Нарезаем туда же два острых перчика. Можете один, на любителя. Мы просто острые любим. И нарезаем весь лучок. Сколько чего я положу, напишу внизу в описании. Травы я имею ввиду. Сколько граммов. Мясо у нас ровно килограмм. Телядин. Без кости. Это блюдо очень известное в Кахетии, в Восточной Грузии. Она ароматная. Но в принципе делать тут практически нечего. Вот все собирается в кучу и ставится на газ. Больше ничего делать не нужно. Оно все само готовится. В общем, блюдо готовится быстро. Где-то 40 минут. И оно бесподобно вкусно. Невозможно передать ей вкус. Нарезаем мясо на порционные кубики. Берем кастрюлю с толстым дном. Я взяла керамическую. Она плотная у меня. Вот так вот слоями. Выкладываем мясо, зелень и ткемали. У меня получилось 3 слоя. Не нужно забывать посолить. Я первый слой не стала солить. Вот второй слой сейчас хорошенько посолю. И сверху у меня еще один слой будет. В общем, вот таким образом. Я собрала кастрюлю. Теперь нам нужно сюда налить главное. Это вино. Тут у меня литр вина. Мне столько не понадобится. У меня ушло пол-литра где-то. И сюда надо добавить немножечко воды. Чтобы заполнить кастрюлю. Не нужно, чтобы овощи плавали в нем. Но вода уже почти полная должна быть. Почти закрытые овощи. Смотрите, вот так вот должна стоять жидкость. Накрываем и на плиту. Прошло 40 минут. Я сняла кастрюльку. Сейчас будем смотреть, что у нас получилось. Смотрите, как наше блюдо выглядит. Я его даже не трогала ни разу. Дома аромат стоит сумасшедший. Непередаваемый. Теперь будем выкладывать. Если, конечно же, я выдержу. Мои нервы это стерпят. Я уже в предвкушении. Вы не представляете, как это ароматно. И как это вкусно. Вот вроде много тремали. Вроде блюдо такое кисленькое. Но оно так сочетается вот с этими травами. И оно такое интересное получается. Просто не передать. Это надо только пробовать. Вот так вот по рецепту взять и приготовить. Я вам советую. Вкуснее блюдо из телятины. Вы с ней не спробуйте. Кто-то аж придумал вот такую комбинацию трав и мяса. Вот правда вкусно. Вот необычно вкусно. И вроде бы ничего не сделали. Особенного, правда? Вот такая вот вкуснятина у нас сегодня. Я его буду подавать с лавашом. Конечно же не стерплю. И обязательно сейчас перед вами попробую это все. Вот так вот помыкаю. И обязательно попробую сейчас. Это вкусно. Непередаваемо вкусно. Мясо конечно же отварилось. Очень мягкое. Вкусное. В общем. Вот такое вот у нас получилось вкусное блюдо. Спасибо, что посмотрели меня до конца. Оставьте комментарии. Лайки не забудьте. Подписывайтесь на мой канал. И ждем новых видео. Спасибо всем. И всем приятного аппетита. Пока-пока. Еще много раз увидимся. А я иду обедать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»